В подмосковной авиакатастрофе погибла 53-летняя Сочинка. Сейчас власти ищут родственников Марины Калашник. В минувшие выходные в Сочи сгорела квартира над Сюрупом. А сегодня утром пожарным пришлось тушить автомобиль в Лазаревском. Лидеры России провели открытые уроки в сочинских школах. Причем найти эти школы финалисты конкурса должны были сами. Сочинцы стали больше доверять программе «Капитальный ремонт». Такие выводы сделаны на основе данных о взносах в региональный фонд. В подмосковной авиакатастрофе погибла жительница Сочи. Среди пассажиров оказалась 53-летняя жительница курорта Марина Калашник. Женщина родилась и выросла здесь. В последние годы жила в небольшой квартире в Центральном районе. 9 февраля отпраздновала свой 53-й день рождения. Спустя два дня отправилась в Москву. Билеты в Орск она купила заранее. Сейчас мэрия ищет родственников погибшей. Родственникам Марины Калашник будет оказана материальная поддержка. Им выплатят миллион рублей компенсации, сообщает пресс-служба администрации края. Сочинские же власти готовы оплатить родственникам перелеты и расходы, чтобы они смогли опознать тело, доставить на родину и организовать похороны. Известно, что у погибшей есть 24-летний сын, однако найти его пока не удается. Есть предположение, что он давно не проживает в Сочи. Зато в Сочи проживает родная сестра погибшей в авиакатастрофе Мачневой Светланы Евгеньевны. Сейчас с ней работают психологи. Администрация Сочи также возьмет на себя расходы по отправке ее и членов семьи на похороны сестры, которые пройдут в Орске. А вот другой житель курорта за несколько дней до вылета сдал билет на этот рейс. Вчера был день рождения. Должен был лететь на самолете, вот именно на этом, в Орск, чтобы с моими друзьями, с родителями взять и отпраздновать это мероприятие. Ну и, конечно, пришел к мысли, что нужно забрать машину, купить. Так получилось, что компания «Тойота», которая в Орске, пообещали мне машину доставить 10 февраля, соответственно, 11 февраля, и должен был ее забрать с автосалона. Все к этому было приготовлено. В последний момент у нас буквально за полторы недели поменялись временные промежутки, и машина будет доставлена только 19 числа, 19 февраля. Ну, я что, я купил новые билеты, позвонил своим родным, близким, сказал, что день рождения празднуем на неделю позже, и сам остался в Сочи делать свои дела и тому подобное. В обстоятельствах авиакатастрофы, которая произошла в Подмосковье, сейчас разбираются следователи. Рассматриваются все версии ЧП, включая плохие погодные условия, отказ двигателя и человеческий фактор. Ван-148, который летел из Москвы в Орск, находился 71 человек, 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Краснодар отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. О героическом подвиге воинов сегодня вспоминали в Чистяковской роще. Почтить память героев вместе с горожанами и ветеранами пришли глава Кубани, спикер Краевого законодательного собрания, мэр Краснодара, прокурор края. Кубанская столица была захвачена немцами с августа 1942 года по февраль 43-го. За время оккупации погибли 13 тысяч мирных жителей города и края. Полгода в нашем городе хозяйничали фашисты. Полгода. Город пережил смерть, страх, душегубки. Пережил и выстоял. Выстоял назло, непобедимое этой коричневой чуме. Город выстоял и не встал на колени. Здесь очень много молодежи. И они должны знать, какой ценой досталась эта победа. Они должны знать и трагические, и героические страницы своего города, своего края и своей страны. И гордиться своими предками. Освобождение Краевого центра от немецко-фашистских захватчиков имело символический характер. Оно дало людям надежду в том, что в скором времени враг будет изгнан с территории Кубани. Сегодня три четверти века отделяет нас от тех исторических событий. Но память бессмертна. На защиту родного города встали в 42-м вместе с солдатами Красной Армии и сами жители. В районе улицы Воровского тракторист Степан Передырий целых три часа в одиночку вел бой с нацистами. А школьник Володя Головатый стал инициатором создания подпольной группы. Вместе с друзьями они спасали и укрывали наших раненых солдат. А однажды им удалось поджечь фашистский склад Горючего и уничтожить фашистские танки, которые стояли там на ремонте. Важно, чтобы об этих подвигах знали и помнили современные школьники и студенты, отметил Вениамин Кондратьев. Ученик 42-й школы города Краснодара, Володя Головатый, который возглавил подпольное движение в свои 15 лет. И за пару дней до освобождения Краснодара был в связке замучен и убит фашистами. Это чувство преданности своей земле должно жить в сегодняшних мальчишках и девчонках. Они должны понимать и знать, что нет ничего страшнее войны и нет ничего ценнее и дороже мира. 12 февраля это та дата, которая навсегда вошла в историю кубанской столицы. После войны город Краснодар вошел в число 15 городов, которые наиболее пострадали от войны, от фашизма. Прошли долгие годы, 75 лет. Сменились поколения. Но как и раньше, так и сегодня горожане несут цветы к монументам и обелискам. Отдать дань памяти на митинг пришли больше 7 тысяч человек. Среди них и сами ветераны. Сегодня в Краснодаре живут 26 воинов-освободителей. После церемонии возложения венков военнослужащие Краснодарского гарнизона прошли торжественным маршем и пронесли знамена воинских частей, освобождавших Краснодар. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи накануне произошел пожар. Огнем уничтожена квартира в многоэтажном доме на улице Тюрупа. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже высотной новостройки по улице Тюрупы, 34. Соседи сразу вызвали пожарных. Спасателям во время тушения огня пришлось работать в кислородных масках. Квартира и лестничный пролет оказались заполнены едким дымом. Пострадавших нет. Причиной же пожара стало замыкание электропроводки. А вот сегодня в поселке Лазаревское тушить пришлось автомобиль УАЗ. Машина полностью сгорела в результате ДТП. Авария с участием внедорожника и легковушки произошла на улице Лазарева. Водитель УАЗа двигался в сторону центра Сочи и на повороте не пропустил двигавшуюся навстречу ладу Приора. От столкновения УАЗ перевернулся и загорелся. Огонь был ликвидирован в течение 10 минут. Специалисты МЧС также использовали спецоборудование для извлечения из авто одного из участников аварии. На место ДТП прибыли и три кареты скорой помощи. Есть пострадавшие. А это уже ночное ДТП на пересечении курортного проспекта и улицы Пушкина. Столкнулись скутер и мерседес. В результате аварии множественные травмы получил водитель скутера. Он был доставлен в больницу. Владелец иномарки не пострадал. Лидеры России провели открытые уроки в сочинских школах. Напомню, цель всероссийского конкурса – выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями и дать им возможности для реализации. Одним из испытаний для участников конкурса, который прошел на курорте, стало проведение мастер-классов по лидерству для сочинских школьников. Уроки от лидеров России состоялись в 150 классах 20 школ Сочи. Форму занятия и его содержание участники всероссийского конкурса определяли сами. Чаще за основу брали личный опыт. Как можно вставать, несмотря на все падения, не бояться проигрывать, вставать, подниматься и в конце добиваться цели. Причем даже целей таких, которые ты изначально не предполагал. Все ребята очень мотивированные, поэтому, мне кажется, с этой аудиторией было очень приятно работать. Добраться до школ участники конкурса должны были самостоятельно. Это было частью испытания. Многие до начала занятий решили осмотреть образовательные учреждения, в которых на один день стали преподавателями. Претендент на звание лидера России Вероника Прищепа попала в гимназию номер 8. Школа очень красивая, школа очень хорошо оборудованная. Я даже удивилась приятно. Это очень важный фактор для получения качественного образования, потому что современные инструменты, они позволяют какие-то вещи доносить более наглядно. Я пыталась вложить только одну мысль. Что бы они не решили, что бы они не придумали, это реально. До мастер-класса для школьников участники конкурса выполнили еще 10 финальных заданий. Таких как авторский кейс, бизнес-кейс, социальный кейс, деловая игра, управленческая симуляция, тест креативности, тест на знание современных технологических трендов. За каждое выполненное задание начислялись баллы. Ну а школьный урок оценили сочинские ученики. Это очень интересно встретиться с людьми, которые, возможно, через 5-7 лет станут действительно новым руководством нашей страны. Интересно было узнать, как люди такого уровня, такого масштаба организовывают свою работу. И я понял, что, возможно, нужно меньше скромности для того, чтобы понять, что ты лидер. Нам очень повезло. Сочинские дети в восторге. Все обмениваются адресами, фотографируются и очень довольны. Для нас это большая честь, ответственность. По результатам всех конкурсных дней одним из победителей всероссийского конкурса стала Вероника Прищепа. Она работает консультантом по вопросам контроля качества. Вероника, как и остальная сотня победителей, получила возможность в течение года получать консультации наставников проекта, среди которых Сергей Собянин, Сергей Лавров, Алексей Кудрин, Герман Греф. В целом же все 300 участников награждены грантами на свое образование в размере 1 миллиона рублей. Конкурс «Лидеры России» проводился в нашей стране впервые по поручению президента России Владимира Путина для выявления и развития перспективных руководителей нового поколения. Чтобы поддержать развитие лидерского потенциала в стране, конкурс решили сделать ежегодным. Ольга Десятого, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Сегодня в Сочи прошла жеребьевка бесплатного эфирного времени для кандидатов, принимающих участие в выборах президента страны. Агитационный период в средствах массовой информации начнется уже 17 февраля. По традиции, перед его стартом проходит жеребьевка между кандидатами на пост президента страны и партиями, которые они представляют. Это 8 кандидатов из 7 политических партий. По городу Сочи выделено 240 минут эфирного времени. Мы сегодня проведем жеребьевку и распределим это эфирное время, а кандидаты уже в дальнейшем сами договорятся, в какой форме они будут это проводить. В городе Сочи у нас это будет проводиться в эфире «ФКТ», РЕН-ТВ. Жители нашего города будут оповещены дополнительно о сетке времени этих телебантов. Агитация в СМИ может проводиться, например, в форме теледебатов, дискуссий, круглых столов или агитационных роликов. Также кандидаты могут проводить эту кампанию на радио и в печатной прессе. Агиткомпания пройдет по будним дням, начиная с 17 февраля и продлится до 24 часов 16 марта. После наступит так называемый день тишины. Сами же выборы президента России состоятся 18 марта. Сочинцы стали больше доверять программе капитальный ремонт. Такие выводы сделали в муниципалитете на основе данных о взносах горожан в региональный фонд. Федеральный проект в Краснодарском крае стартовал в декабре 2013 года. И за это время в регионе уже отремонтировано около тысячи многоквартирных домов. Наталья Коган получила квартиру в этом доме еще в 80-х. Как и большинство владельцев жилья, поначалу не верила в эффективность программы капремонта. Сейчас ее мнение изменилось. Капремонт у нас в 42-м, 43-м намечается. Естественно, до этого лифты наши остановятся. Из Краснодара позвонили, что это будет в счет платежей капремонта. Увидели людей, что надо платить, и тогда будут у нас лифты. Сейчас стали платить люди. Видят, что здесь делают уже нам замены лифтов, стали платить люди. Замена лифтов в многоквартирных домах – отдельное направление деятельности фонда «Капитальный ремонт». Подъемное оборудование в высотках катастрофически устарело по всей стране. Информация о ЧП с лифтами появляется с регулярностью. В прошлом году в Сочи в микрорайоне Бытха лифт едва не рухнул с двумя детьми. Последний случай произошел два месяца назад. На севере Москвы шесть человек упали в грузовом лифте при спуске с 19-го этажа. Только в Сочи, по данным мэрии, необходимо срочно заменить 70 лифтов. А в целом по краю подъемных устройств, у которых вышел эксплуатационный срок, около тысячи штук. Фондом капитального ремонта все-таки предусмотрено выделение в отдельный этап тех мероприятий по замене лифтов, которые необходимо выполнить на сегодняшний день. Потому что ситуация в целом, не только по городу Сочи, но и по Краснодарскому краю, она оставляет желать лучшего. Поэтому я думаю, что замена лифтов на сегодняшний день, она уже примет, скажем так, системный характер. В Сочи в первом квартале в жилых домах будет заменено 26 подъемников. Впрочем, жильцы сами могут определить, что именно. Лифты, коммуникации или кровля нуждаются в срочном ремонте. К примеру, в этой пятиэтажке в микрорайоне Голубые Дали в аварийном состоянии было энергооборудование. Ситок был очень в ужасном состоянии. Весь ржавый, весь облезший, никакой. Вот сейчас, конечно, заменили провода. Эти все вот это все заменили. Теперь, говорят жильцы, совсем другое дело. Напряжение стало стабильным, а счета за электроэнергию уменьшились. В подъездах и на улице появились экономичные приборы освещения. А так выглядит энергооборудование в соседней пятиэтажке. Как быстро начнется здесь ремонт, зависит от самих жильцов. Фонд капитального ремонта выделяет средства в первую очередь тем домам, где добросовестно платят взносы. В 2018 в Сочи по федеральному проекту будут проведены работы более чем в 130 многоквартирных домах. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сто лет на защите прав детей. В этом году комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав отмечают вековой юбилей со дня своего основания. Они были образованы в стране в 1918 году. Часть столетия комиссии по делам несовершеннолетних в Сочи прошло торжественное собрание. В зал органной музыки пригласили тех, кто ежедневно занимается защитой прав несовершеннолетних, организацией работы по выявлению безнадзорных детей, а также родителей, не выполняющих свои обязанности. Защита детства – это одна из самых важных задач, отметил на торжественном мероприятии глава Сочи Анатолий Пахомов. Ведь дети – это будущее нашего города и страны. Ну а сегодня они нуждаются в защите и любви. Только вы и ваши коллеги смогут зажечь детские глаза новой здоровой идеи, предложить ребенку безопасный жизненный маршрут и проводить его во взрослую жизнь сильным, законопослушным и благополучным человеком. Члены комиссии ПДН выполняют ряд важных задач, посещают неблагополучные семьи, проводят беседы с родителями. Они играют важную роль в защите детей от жестокости, насилия, негативных влияний социальной среды. Миграционные процессы больше охватили наш район. И у нас увеличилось количество детского населения, увеличилось количество многодетных семей. И здесь нельзя переоценить роль комиссии по делам несовершеннолетних, которые в этом году исполняются 100 лет. Это точечная работа со сложными подростками, с поломанными судьбами. Решать важные задачи помогает принятый в 2008 году в Краснодарском крае так называемый детский закон. Он в лучшую сторону изменил положение дел с детской безнадзорностью и подростковой преступностью. А еще повысил ответственность родителей за воспитание своих детей. Так за последние 10 лет в Сочи количество детей, стоящих на учете, удалось сократить в два раза. В Сочи стартует краевая неделя здоровья школьников. С 12 по 16 февраля во всех школах курорта будет проводиться общая зарядка. На открытых уроках врачи расскажут и покажут учащимся, как нужно правильно оказывать первую помощь. Проведут классные часы о личной гигиене, пользе иррационального питания, занятии спортом, соблюдении режима. Во всех учреждениях будут проходить конкурсы рисунков и плакатов. Дети посоревнуются в сочинении слогановых речалок. Состоится шоу кулинаров, на которых школьники узнают рецепты блюд здоровой кухни. Также дети примут участие в спортивных состязаниях. Заработает в школах и почта здоровья. Ученики напишут письма с волнующими их вопросами. В конце недели будет оформлен стенд с информацией по актуальным темам. Сегодня первый день масленичной недели. В этом году она длится с 12 по 18 февраля. В календаре же русской православной церкви этот период называется сырной седмицей и готовит верующих к великому празднику – Пасхи. В храмах начинают совершать великопостные службы, а по языческой традиции в эти дни принято печь блины. Масленица – это подготовительная неделя к великому посту и в христианском смысле посвящена одной цели – примирению с ближними, прощению обид. Завершается так называемая сырная седмица прощенным воскресеньем. Сама дата масленицы меняется каждый год в зависимости от даты празднования Пасхи. В этом году воскресенье Христово выпадает на 8 апреля. А вообще масленица сочетает в себе и православные, и языческие традиции. В народе первый день масленичной недели прозвали «встречей». С этого дня принято печь блины, наряжать, а затем сжигать тючело. Придавая огню соломенную зимушку, древние люди верили, что так холода быстрее отступит, а весна придет вовремя. Блинами же язычники прославляли весеннее солнце. Стоит отметить, к христианству эти обряды не имеют никакого отношения. Церковь не считает древнюю масленицу своим праздником. Она лишь приурочила православные мероприятия к дыням традиционных народных гуляний и дала им право на существование в новом значении. Главная цель церковного праздника, в отличие от народного, – подготовка души и тела к великому посту. Российские регбисты уступили сборной Испании со счетом 13-20. Матч чемпионата Европы прошел в Краснодаре на стадионе Кубань. Вместе с болельщиками с трибун за соревнованиями наблюдали глава Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, губернатор края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. В составе сборной нашей страны попытку занес Дмитрий Герасимов, а Юрий Кушнарев забил два штрафных удара. Но испанцам все-таки удалось вырваться вперед. Своими впечатлениями от игры Вениамин Кондратьев поделился в Твиттере. Игра была честной и красивой. Также честно и красиво сейчас выступает в Корее под нейтральным флагом сборная России. Всей страной болеем, переживаем и ждем с победой. Уверен, российский спорт не сломить никакими санкциями и решениями. Стадион Кубань примет еще два регбийных матча чемпионата. Уже 17 февраля сборная России сразится с бельгийцами. 10 марта встретится с командой Грузии. По итогам домашних игр Евро-2018 определится команда, которая получит путевку на Кубок мира.